Всем привет, с вами Ук Студио и я Руза. Сегодня у нас 32-я и заключительная серия по игре Дворфотрес. Заключительная по той причине, что на самом деле я немножечко уже задолбался играть в эту игру. Хочется во что-нибудь еще, да и на самом деле просто я хочу немножечко отдохнуть. Возможно на какое-то время все ведение канала ляжет на моего коллегу. Ну, поскольку серия это завершающая данный сезон, как будет с продолжением и как будет ли оно, если будет, когда я ничего не знаю, то я думаю имеет смысл просто оценить к чему все дело пришло, вспомнить как оно было и так далее. То есть изначально у меня была повозка и 7 раздолбаев. В настоящий момент у меня уже 233 жителя. Пока у меня есть тут и король и тот самый граф. То есть есть набор, так сказать, наблей понабежавший. 4 отряда, так, а ну да, 1 милития командор, 3 милития капитанами. Организована безопасная система торговли. Раскопаны шахты до второго уровня подземных пещер. Дварфы сытые, довольные, регулярно производится забой скота. Причем скот выращивается на достаточно крупных площадях. Можно, конечно, это дело расширять, но, опять же, это уже неизвестно, когда и будет ли вообще. Убито порядка там 7 или 8 фарготней. Несколько набегов выдержано. Уничтожено. Так, что там, сообщение какое-то, что ли? Не вижу ничего важного. При этом не было ни одного набега гоблинов. Что для меня странно. Что вроде как ожидалось, что их будет много. Ну, соответственно, след дальше. То можно глядеть мемориальный зал. То есть, видно, что погибших тут перевешивает два десятка. Если быть точным, и исключить, например, отсюда. Так. Ну, то всякую скотину, то я думаю, что там 35 ролл будет. Пересчитывать мне сейчас неохота. Организовано разведение гусей, уток, овец, коров, баранов, короче, ослов. Короче, всех, кого можно было разводить, все разведены. Всякие понабегающие торговцы периодически разводятся тоже. Но на деньги. Организовано несколько галерей с ловушками. Ну, например, свой этот обеденный зал я так и не закончил. Равно как и целый ряд новых комнат. Подземные мастерские на втором уровне пещер, которые были запланированы. Я их тоже закончить не успел. До того момента камень не задолбало несколько. Но зато организована всякая добыча, переплавка на вот этом уровне. Ну, первом уровне подземных пещер. Так, сейчас. Кстати, нужно сделать то, что я давно хотел сделать. Мне тут все достроили. Это то, на чем в прошлый раз игра вылетела. Поэтому я беру несколько отрядов и направляю их развлекаться сюда, в воду. Судя по всему, игрушка у меня сейчас подтормаживает из-за того, что она работает с внешнего диска. То есть, я попробовал. Так жить можно. Не обязательно, конечно, так жить, но можно. Так, осталось помнить, какой там нужно будет дернуть сейчас рычаг. С этим у меня вечная проблема. Тем более, что последние две недели я попросту не играл вообще. Так, что еще? Ну, конечно, да, одно из самых важных достижений, то, что я разобрался с контролами. Многие вещи делаю уже, совершенно не глядя на клавиатуру. Но это, в принципе, было достигнуто довольно рано. Также тут из таких мелких достижений в том, что были упокоены некоторые призраки. Но это, что называется, краткое содержание всех предыдущих серий. Сейчас хочу дождаться, когда же у меня сюда прибежит там стадо моих разгильдеев, чтобы можно было дернуть за рычаг. По-моему, таки вот этот нужно дергать. Ну, без повышенного приоритета, я думаю, они будут не сильно спешить. Но, кстати, да, вот этих тоже сюда отправлю сейчас. Куда-нибудь вот сюда. Move, Enter. А, блин, ошибочка. C, move. Они не любят, когда им на пустое пространство указывают. Так, сейчас на всякий случай перенаправлю этих всех. То, может, они потерялись в пути. Так, и D тоже. Move сюда. Все, побежали, побежали. Ну, еще кто-то бежит. Пусть бегут. Пусть сюда бегут. Заодно можно будет посмотреть, насколько оно хорошо или не очень будет сейчас работать. Так. Рычаг, наверное, лучше теперь указать, что, типа, давайте вот мне прямо, вот прямо сейчас его дергаете. Что все-таки я обещал в прошлый раз этот бассейн показать. Ну, а какой бассейн без пловцов? И бассейн тут, и система слива. Это все здесь предусмотрено, все построено. Так, где там дергатели эти самые? На самом деле, еще одна причина, по которой я решил пока закрыть серию, просто-напросто мне порой уже даже особо не о чем рассказывать. То есть, тут либо нужно что-то действительно мощное, модное, там, молодежное отстроить и писать серию. Ну, как-то мне сейчас не очень интересно записывать просто в духе, вот как чук, сейчас какую кнопку нажал, о том говорю. Все-таки немножечко это, на мой взгляд, монотонно, однообразно и неинтересно. Ну, если кто-то не согласен, то, соответственно, всегда можно об этом сообщить мне в комментариях. И, возможно, я что-нибудь придумаю по поводу того, как вести эту серию в дальнейшем. Но сейчас идей на этот счет у меня попросту-то нет. То есть, была мысль, что нужно докопаться до магмы, там, показать, как делаются все эти магмы. Хреново, ну, туда еще рыть и рыть. Что несколько меня, как бы, ну, не вызывает у меня сейчас жгучего желания это все. Так, ну, что-то мне, а, что, не тот рычаг? Ух ты. А куда тот рычаг вел? Как говорится, игра с рычагами, это всегда весело. Не, ну, я не вижу, по крайней мере, никаких новых потопов. Или это рычажок, который был рядышком. Может быть, вот этот нужно дернуть. Так, ой, твою, налево. Да, плюс игра подтормаживает уже до того уровня, что иногда, как бы, чтобы что-то нажать, нужно сперва поставить на паузу. Иначе оно не нажимается от слова вообще. Или этот нужно дернуть. Ну, у меня была мысль, конечно, красиво собрать всех дварфов где-нибудь внизу и утопить их. Ну, я решил, что сейчас этим заниматься не буду. Во-первых, долго. Во-вторых, нафиг не надо. То, что вдруг я захочу потом продолжить. А крепость уже все. Другое, что можно потом выбрать биом поинтереснее. Или, там, поиграться с прохождением водоносного слоя. Вариантов его прохождения много. И, как бы, я пока еще ни один из них не пробовал. Как правило, все-таки предпочитаю, чтобы водоносных слоев у меня поблизости не оказывалось. Так, ну где там наши тут... Где все долбанные дварфы? Что же они все так медленно делают? Да, при том, что куча народу еще занимается какой-то непонятной фигней. Вместо того, чтобы просто подойти, взяться за рычаг, его дернуть и на этом возрадоваться жизни. Но нет. Не дождешься этих засранцев ленивых. Можно было еще, как вариант, собрать всех в комнате, построенной на подставке из мыла, и эту подставку сломать рычагом. Тоже было бы забавненько такое пронаблюдать. Но... Опять же, все-таки смерть от маломальски естественных причин крепости, она дает больше веселья, чем... Не пойми какая. Так, и что этот рычаг нам дал? Что-то я не вижу, чтобы он вообще хоть какой-то эффект возымел. Но его явно дернули. Сейчас еще окажется, что у меня где-то внизу сейчас будет потоп. Эту фигню регулярно приходится перепроверять. Не, ну, тут хотя бы закрыто. И тут закрыто. Ну, значит, все в порядке. Видимо, он не был подключен или был подключен к чему-нибудь не столь важному. Ну, там наверху кто-нибудь доберется. Ну, ребята, давайте быстрее. Так, подождем. Ну, что ж. Кто-то... Нужный рычаг таки был определен. Кто-то его таки дернул. И сейчас у меня тут начнется небольшая паника. Поскольку вот там было много уровней воды. Точнее, как семерочка была заполнена. Так, кстати, а что... Да ёппер, что тут такое пишет? А опенспейс... И видно, что всех моих дварфов дружно начинает прибивать куда-нибудь, где посуше. Некоторые, кстати, похоже, решили утонуть. Ну, как только уровень воды выровняется, там он станет жить полегче. Кстати, интересно, как там нажимные пластины у меня сработали. Да, то есть вот тут видно, что некоторых из этих запоров больше нету. Ну, кого волной накрыло, тем не повезло. Так, тут нужно теперь снова дернуть. Ну да, похоже, кто-то не очень хорошо плавает. Но вот теперь у них есть повод научиться. Для начала я отключу просто дополнительную подачу воды сюда, чтобы их не затапливало дальше. Потому что резервуар сейчас начнет наполняться заново. Воды в нем еще достаточно. То есть бассейн может стать для кого-то как бы и могильничком. Но, опять же, всегда есть возможность лишнюю воду спустить отсюда. То есть, как видно сейчас, вот у меня там, насколько я помню, вот это на 7 должен работать. И наоборот, а вот этот, так, а, вот этот, это, по-моему, на... Блин, вот как обычно, все забыл. По-моему, вот этот вот должен быть экстренным спуском воды. То есть открывать вот этот вот запор. Запор. Ну, ничего. Да не, похоже, освоились, ребятки, уже так быстро не тонут. Сейчас, как только там подача воды остановится, то им станет совсем хорошо и удобно. Ну, я думаю, что сейчас какой-нибудь из этих рычагов я тоже попрошу моих дварфов дернуть и посмотрим, как оно отработает. Ну, вот, конечно, да, тут нужно было бы на бумажке где-нибудь выписать эту схему использования. Но об этом я говорю уже не первый раз и при этом сам который раз на это покладу болт. Хотя, как бы, нехорошо, нехорошо. Конечно, упражнение по плаванию лучше производить регулярнее и избыток воды сливать периодически. То есть за счет нажимных плит он будет контролироваться, этот уровень воды доступный. Соответственно, дварфам будет не так просто утонуть. Но для этого, как бы, нужно еще, чтобы все было правильно соединено, а из-за того, что тут не видно, кто с кем соединен, с этим бывают трудности. Ну-ка, как там он по плаванию? Да, блин, ну понятно. Еще нифига не умеет. Ну, на самом деле, где-то там, по-моему, за полчаса-час они берут уже новес. Соответственно, чуть дольше и будет чуть лучше. Так, сейчас я опять поставлю на паузу, чтобы дождаться момента, когда же такие дварфы догадаются нажать, точнее, потянуть за этот несчастный рычаг. Ну вот, пришел, это у меня, по-моему, барон. Ну, или граф, я вот не помню, как дюк переводится. А, барон отдельный тут титул, поэтому это должен быть граф. По идее, этот рычаг должен быть совмещен. Вроде как, я использовал хороший механизм. Но сейчас посмотрим. Открою, о, открылась. Ну что ж. Вот, теперь через эту маленькую дырочку пойдет слив избыточной воды. Ну, ждать, пока там тут шлюз не закроется автоматически, я не хочу. Потому что, во-первых, здесь еще вода медленно-медленно стекает. Хотя, как бы, с позиции физики мне непонятно. Вот тут, как бы, уровень воды 7. И, пардон, это, типа, порядка там двух метров должно быть. Или трех. Я не знаю, какая тут высота считается по умолчанию. Но, если брать как стандартный этаж, то хотя бы 2,7. И, соответственно, как бы, как может быть, вот, даже на протяжении, там, пусть 100 метров такой перепад воды без дополнительных, как бы, искусственных ограничений, мне непонятно. Но это просто-напросто особенность местной физики. Так что, как бы, с этим тут особо ничего уже и не сделать. Ну, на этой ноте, я думаю, что я буду уже заканчивать. И сам сезон, и данную серию. Если есть какие-то пожелания, у кого-то есть вопросы, там, какие-то мысли по поводу этой серии или любых других, пишите комментарии. Ставьте пальцы вверх. Ну, и ждите нас, точнее, до встречи в других сериях, которые, надеюсь, вскоре последуют. Всем спасибо. Всем пока.